Наша жизнь это густая шевелюра на галактической макушке, а значит что? А значит и в ней бывают гниды. Многие из них прознали, что такое интернет, и скачут от одной веб-страницы до другой, отнимая заработанные кровью и потом деньги у таких людей, как я. Многие свалят все это на мою излишнюю наивность, но скажите, разве можно винить хрусталь в излишней хрупкости? Байкал в излишней кристальной чистоте? Вот. Меня в излишней вере в святость человечества? Разве можно? Можно. Если вы крикнули на данное видео, то вы прошли тест на ядоненка, с чем вас и поздравляю. Однако здравствуйте. Предлагаю вам посмотреть на то, как шикарно я раздаю праздничных пиздюлей с рулам в честь того, что у моего любимого и прекрасного мужчины недавно был День персонажа. А также послушать мою историю о том, как у меня спиздили аккаунт. Потому что, знаете ли, я на этом канале истории рассказываю, и не мне одной страдать. Кринжом нужно делиться, стыдно должно быть всем вам. Приятного просмотра. Хотелось бы начать по порядку, но потом я вспомнила, что мой путь по наебистым окраинам Идена начался еще год назад, когда, покупав у человека аккаунт с Эзопом, я получила не просто желанный скинчик на мальчика любимого, а получила в придачу отрицательный баланс. Чел по чекам просто взял и резнул печати. И теперь на этом аккаунте я могу делать ровные нихуя. Я просто сижу дома и играю на пианино. Или в целом я могу просто шаревиться по хатам сурвам, но пускать их. В катке со мной не будет. В целом я и сама не уходи в катке. Знаете почему? Потому что баланс, блять, отрицательный. Иди за гений, блять. Когда у тебя отрицательный баланс в игре, ты можешь сделать ровные нихуя. Сиди и донать, сука. Скажете, вы сама дура. Потому что ну че-то хватило от аккаунта за 500 рублей, блять. Ну, не знаю. Мне бы хотелось, чтобы меня не наебывали. Ну да ладно. Теперь просто представьте. Ничем не примечательнее утро. Вы встаете и собираетесь по своим делам. Кто-то в школу, кто-то на работу, кто-то в кабак. Простите, я не знаю, какой контингент играет в эту игру. Тем не менее, перед тем, как заняться своими делами, утренними, у вас проскальзывает в голове мысль. Хм, а не зайти кого мне в ёбаный иденчик? И вы заходите. И все, заебись. Причем не просто заебись. Потому что обычно, если вы привыкли заходить и открывать скамящую вас сферу с рангов, то в этот день вам падает ёбаная ювелирка на Антонио. И вы, как истинный фанат этой параши, сразу пошли хвастаться своей бижутерией в книжку. Ну, собственно, я так и сделала. А чё? А что мне скрывать? Пусть все видят, какой у меня шикарный гардероб. Я закрыла иден и пошла заниматься своими делами. А потом, спустя час, я получаю сообщение от своей подруги в телеге, которая кидает мне скрин с Эдена, где я удаляю её из друзей. И пишет мне такое, типа, знаете, сообщение, как будто бы, ну, типа, вот типичная ситуация обыденная произошла, бытовуха. И, глядя на это сообщение, я понимаю, что ситуация не бытовуха и даже не типичная. Ситуация пиздец. Я не помню, чтобы у меня была шизофрения в прогрессирующей форме, которая бы удаляла людей из друзей, пока я сплю. Я понимаю, что это какой-то пиздец, поэтому я снова захожу в Иден. И знаете что, блядь? У меня игра начинается с самого начала. У меня тупо пролог, блядь. Причём, если зайти в центр, который вот этот вот, блядь, юзер-центр, то там можно было увидеть, что мои привязки, они как бы есть. А есть одно но, блядь. Аккаунта, сука, нет, блядь. Я, видя это, понимаю, что меня трясёт. У меня нервный тик. Блядь, это просто пиздец. Если бы вы меня тогда видели, вы бы, наверное, подумали, что я какой-то недочеловек. Нет, блядь. Блядь, у меня просто отжали аккаунт в Идене. Всё нормально. Типичная бытовуха, блядь. Ну, в общем, глядя на весь этот пиздец, я почему-то не думалась, что всё, аккаунт спиздили, и ты на него больше не зайдёшь. Сова лохушка. Но, знаете, во мне всё ещё жила надежда, что всё-таки аккаунт не спиздили. Это просто какой-то баг. Прикол атлетизов, блядь. Поэтому я пошла в попыхах писать всем своим знакомым. А можете проверить, как там мой аккаунт. Даже кому-то, кстати, данные скинула свои, чтобы челососкомпай проверил. Спойлер, это не помогло. День был весёлым пиздец, потому что после того, как было понятно, что в аккаунт я свой больше не смогу зайти, люди принялись гуглить мой айдишник. И знаете что, блядь? Чел, который спиздил мой аккаунт, просто моментально поскрывал нахуй всё. Он скрыл мой коллект, он скрыл ещё какую-то хуйню. В общем, всё, что можно было скрыть, он скрыл. И поменял, сука, аватарку. Кстати, аватарки, это вообще моя любимая тема. Он заходил и менял их каждый, сука, день, блядь. Каждый, сука, ёбаный день он менял аватарки на моём аккаунте. Просто пиздец. Вот это я понимаю. Чего-то заняться нечем. Кстати, о том, чем ему было заняться на моём аккаунте, ну, как минимум, он всё удалил, он почистил, не только моих друзей, он почистил, по-моему, там ещё какую-то дичь. Не знаю, как описать те чувства, которые я испытала на тот момент, но попробую. Непреодолимо гадкое, отвратительное чувство, когда вот вас кидают или предают, и вы это осознаёте. Вот именно в тот момент я испытала весь спектр этих эмоций. И настолько было тошно, что мне просто хотелось в целом бросить играть в эту куйню. Но аккаунт треснули, так что я снова здесь, и поэтому вы снова будете меня терпеть. А вообще, есть люди, которые говорили мне, что это всего лишь игра, и не надо так переживать, и вообще, в принципе, делай себе новый аккаунт, и всё будет заебись. Охуенно, ребят. Я понимаю, что аналогия не есть доказательства, но позвольте всё-таки привести вам её в пример, потому что она здесь будет более чем уместна. Представьте себе такую ситуацию. Вы живёте в городе, у вас есть собственный частный дом. И этот дом не куплен где-то. Этот дом не обменен где-то. Он не достался вам наследства. Вы этот дом практически построили с нуля. Нет, я не говорю, что вы были тем бригадиром, который руководил стройкой, но вы вложились в его строительство. Как минимум, вы нанимали рабочих. Вы покупали землю. То есть, вся вот эта вот фазенда происходила благодаря вам и вашим средствам. После того, как дом построили, вы начали оборудовать его уже изнутри, обустраивать, покупать туда мебель, делать там ремонт. И не нужно, наверное, объяснять, что при строительстве дома, по сей день не место жительства, вы вкладывались не только денежно, но и морально. Как минимум, ремонт – дело такое, сжирающее много нерв и сил. И вы, после того, как обустроили свой дом, привели туда интернет, еще что-то. В общем, после всех этих махинаций вы уже начали обживаться гардеробом. То есть, все удобства, которые могли быть, они у вас есть. Благодаря вам, благодаря вашей выносливости и, конечно, пройденному времени. То есть, потратили вы примерно на это много-много времени, и теперь ваша зона комфорта с вами. А у меня была моя зона комфорта. У меня... Блядь, у меня был там целый оркестр. У меня были мои инструменты. У меня был, сука, мой склеп. У меня в моем аккаунте частичка меня, блядь. Понимаете? Ты, когда заходишь к человеку, ну, к своему другу на аккаунт, ты понимаешь, что вот это вот его, это не твое. Все-таки вот что-то напоминает тебе об этом человеке, и не его данные, поверьте уж мне. И, как минимум, фотографии, которые я делала, это румпики. А делались они очень долго, и делались они с душой. Они, как минимум, были мне важны. Все это делало меня счастливой, потому что я прекрасно понимала, что этот аккаунт со мной с самого его нуля. Вот каким он был ублюдским, абреганским, и каким он сейчас более-менее стал. Вот. Это была моя зона комфорта. А теперь представьте такую ситуацию. вы уходите из дома по делам, закрываете дверь на ключ. А потом приходите с работы или откуда-то домой, и понимаете, что замок, который был в двери, его поменяли. Ваш ключ не подходит. Вы не можете войти, вы не можете попасть в свою жилплощадь, блядь. И при этом, посмотрев в окошко, вы видите там другого человека, который не просто сидит у вас на хате и смотрит ваш телек. Нет, он еще и успел там похозяйничать изрядно и поменять какие-то вещи под себя. Не скажу, что он переделывал ремонт, переклеивал обои. Нет, это ему не выгодно. Зачем портить то, что и так уже хорошо сделано? Но он избавился от ваших личных вещей. То есть, ваши личные вещи в лучшем раскладе лежат на помойке. В моем же случае он удалил все фотографии, он сделал еще какую-то хуйню мне. Ну да, он удалил список моих друзей. Представьте, что вы живете в таком времени, где мобильных телефонов не то, чтобы не было. Просто методы связи с людьми были другими. Как раньше, знаете, доисторические, блядь, этот вот телефон, который на проводе и вот записная контактная книжка. То есть, вот такое вот время. И просто представьте, все вот ваши знакомые, друзья, ну, с которыми вы более-менее общались по телефону, они просто берут и сжигаются. Я не знаю, блядь, что он за записной книжкой смог сделать, но тем не менее, у меня список друзей пропал, блядь. Вот, записная книжка, да, собственно, чел и взял рыжок. И вы просто тупо без своих каких-то контактов, единственные набера, которые у вас есть, они есть у вас в голове, и вы даже не можете связаться с ними, блядь, потому что, сука, телефон, который на проводе, он в вашей хате, а в вашей хате ёбаная хуйло. Поэтому вы в попыхах бежите, и не знаю, к ближайшему своему другу, и связывайтесь с ним, и сообщайте ему печально известную новость. Вот. Естественно, потом вы вызываете участкового, пытаясь доказать, что хата ваша, а вам говорят то, как им на вас покой, гоните-ка вы мне все документы по каждой покупочке из этого дома, и тогда, может быть, мы удостоверимся, что дом ваш. Под словом бумажки я подразумеваю чеки. Нейтезы, когда совершают операцию по возрасту аккаунта, просят чеки. Это ни для кого не секрет, это как бы всем известно, но что делать, блядь, если этих чеков нет? Я не знаю. Наверное, вскрыться. И хочу сказать вам следующее. По коллекту люди не скамят. Скамят именно из-за коллекта, поэтому слова по поводу того, что меня скамнули по коллекту, я забираю назад. Это была моя ошибка. но это была первая сука мысль, которая пришла мне в мою голову, потому что как минимум везде отвечали о том, что нужно скрыть коллекцию костюмов. Так что не знаю, можно ли меня обвинять в этом, скорее всего нет, потому что как минимум когда ты нервничаешь и когда в твоей жизни происходит такого рода ситуация, ты начинаешь нести всякий бред. поэтому держите у себя в голове следующую мысль, не нужно выебываться в лишний раз, если не хотите остаться с голой задницей. Если быть честным, то человек, который заходит вас наебать, будет всячески стираться к вам в доверие, а потом попросит у вас поиграть по QR-коду, и вы проснетесь на следующий день без аккаунта, блять. Вот поэтому не нужно пускать к себе кого попало. Если не хотите, чтобы была такая хуйня, бегите создавайте Азию прямо сейчас. Сыграйте две карточки и закиньте туда пару паков печати, просто чтобы у вас были чеки. Кстати, чеки. Чеки в Эдене это отдельный пиздец, и я никогда не понимала, и не понимаю до сих пор нахуя мне хранить квитанцию об оплате, если оплата блять прошла. Просто пиздец. Вы когда в магазин за продуктами ходите, тоже нахуй чеки храните? Я не знаю, блять, это просто какой-то пиздец. За два года игры и донат в эту хуйню я не хранила ни единого чека. Ну, типа, да, мне приходило что-то на почту, но оно сразу удалялось, потому что я имею привычку чистить почтовые ящики. Говно редкостное. Я никогда не понимала в целом, нахуя они мне нужны, но знаете следующее, на будущее, что нетизм абсолютно похуй, на ваши скриншоты, на еще какое-то говно, блять, их интересуют только квитации об оплате и какая-то базовая информация об аккаунте, которую можете знать только вы. И может быть там еще парочка скриншотов профиля вашего доисторического тоже будет полезным. А так в целом если нет чеков, то вы нихуя не сделаете. И я сейчас без рофла. Если на вашем аккаунте имеется дохуя доната, то нетизы будут просто дрочить вас по чекам. Они будут просить определенный год, определенную дату, месяц. Они могут запросить в целом все. Поэтому будьте готовы к тому, что если вы в такой же дерьмовой ситуации, как и я, то если вы донатили не через официальный сайт, то это конечная станция. Это пиздец. Потому что меня спасло то, что я донатила через официальный сайт нетизов и еще кое-каких ребят. Хотелось бы забежать велико вперед по теме видео и рассказать парочку нюансов, которые помогут обезопасить вам ваш аккаунт. Ну естественно рассказать про то, как можно резнуть чеки в том случае, если вы не хранили их, как я. Говорю заранее, что работает данный метод только в том случае, если вы донатили через эти два сайта. Насчет остальных не знаю. Я и говорила ранее, для начала нужно создать Азию, потому что Азия связана с глобалом и имея инфу по Азии, будет легче вернуть свой глобал. Нужно пройти обучение, открыть трансфер, поставить двухфакторки и естественно задонатить, чтобы у вас был чек. Это обезопасит ваш аккаунт, как минимум, потому что человек, который захочет вас наебать, не сможет этого сделать. И он пойдет нахуй, а вы останетесь счастливым и с аккаунтом. Второе, не нужно пускать к себе на аккаунт, кого попало, потому что нэтизы в правилах у себя написали, что если вы шерите аккаунт, то они не несут ответственности за то, что вы его просрете. Это, кстати, правило, которым пренебрегает большинство игроков. Поэтому все-таки если вас наебали и вы идете в поддержку, не нужно писать им о том, что вы кому-то давали поиграть. Вас сразу же пошлют нахуй. Третье, пожалуйста, донайте с тех сайтов, где выдают чеки. Да, дорого, но зато у вас на руках будет подтверждение того, что этот аккаунт ваш. Потому что если у вас не будет чека, а, напоминая нэтизы, просят все чеки, если доната много, то вы себе аккаунт не резните и они пошлют вас нахуй. Ну и четвертое, пожалуйста, скройте нахуй всю информацию, которая может потенциально заинтересовать человека, который захочет вас наебать. Если человек пиздец какой умный, он сможет спидить ваш аккаунт и без данных. Потому что лично мой аккаунт после реза не имел тенка на Азии. То есть чел каким-то хуем смог спидить мой аккаунт не через поддержку, без данных. Он просто тупо пропал. Насчет чеков и в целом как можно их резнуть, если вы донатили через те два сайта, о которых шла речь. Если вы донатили через голдс, вы просто можете доебаться до этих челиков в телеге. Они вам все любезно предоставят. Также и с нэтизами. Но вы уже будете доебываться не до самих нэтизов, которым я, кстати, писала и которые послали меня нахуй. Нет. Вам нужно будет найти телеграм-бот ксолы. Это обработчик платежей. И обработчик платежей сможет вам сделать все платежные квитанции. Вам нужно будет просто им написать, объяснить свою ситуацию на английском. Они попросят у вас скриншоты, где будет видно, что деньги поступали на их счет, и по этим самым банковским выпискам они вышат вам чеки на вашу почту. Это, кстати, если что, не я сама додумалась. как это сделать. Боже, спасибо тебе большое, я смогла резать реально все чеки, которые у меня были. Ну, а теперь то, ради чего мы здесь все с вами собрались. Послушать остросюжетную историю о том, как Магарант резал мне аккаунт. Пока я сидела и ебала ему мозги, блядь. Между прочим, между прочим, Челику отдельный респект, потому что две недели терпеть мою мозгоеблю это тяжело, а помимо этого нужно еще заставлять нитизов отвечать, а это очень, блядь, сложно. Блядь, сначала у меня пиздит мой аккаунт, потом мне его резают, а потом вы находите меня где-нибудь в канаве с удавкой и шеей, потому что мне стоил миллион нервных клеток того, чтобы его вернуть. Это просто пиздец. Ебучая скамера, блядь, пожалуйста, сдохните, я вас ненавижу. Ебучая мразь, которая воровала мой аккаунт, я желаю тебе всего самого наихудшего, потому что ты мог слить мой винрейт, ты мог сделать еще какую-то хуйню, блядь, ты мог сделать ебаный отрицательный баланс, но ты сделал самое блядь наихудшее, ты удалил мои фотки с пиздами, блядь. Могу сказать, что процесс возврата аккаунта длился две недели, две недели томного ожидания и мозгоебли. Общаться с поддержкой это нихуя не прикольно. Они ебут вам мозги. Из-за того, что на эти заебут вам мозги, вы ебете мозги окружающим. Еще в голове невольно возникает мысль, почему аккаунт так легко спиздить, но так сложно вернуть. Кстати, пока у меня не было моей основы, я частенько сидела своего цинка и смотрела за тем, что у меня происходит. В целом я уже говорила, что чел тупо менял аватарки, но самое забавное, что он нихуя не играл на моем аккаунте. За эти две недели было сыграно наверное каток 12. Но самое интересное ждало меня, когда я только зашла на свой аккаунт. Когда я зашла в историю матчей, он играл исключительно на Коа в Чанге. Нет, вы типа понимаете, насколько одаренный этот чел? Он ломает аккаунт с тремя СС Легами ради того, чтобы поиграть на Коа в Чанге. Серьезно, он не играл за Сурвов, он играл исключительно за охотников, и играл он только на В Чанге и В В Жопе. Мне вообще стоит что-то говорить по этому поводу? Думаю, нет. От себя также могу добавить, что данная история научила меня многому. Поэтому удаляйте и Дэн. Всем пока. Вот так и стоит, блядь. Ты, блядь, отсюда не уйдешь, пока мне в фотки все не лезь с ним. О, блядь. Шпага. Эээ... Шпагу сейчас. Сука, вот так вот, блядь, делаешь, аккаунт, взращиваешь его, кормишь натизов своими денюжками, фотки делаешь, чтоб какой-то выблядок просто аккаунтовый, спиздил и фотки удалил. Знаешь, на ноги мне залезаешь, я прям ржу с этой хуйни. У нас, кажется, новая фотка получится сейчас. Тебя... Стой! Останься так, как ты была! Лег! Руку ко рту! Руку ко рту, блядь, нет! Стой! Ост... Аааа! Да нет! Твалец ко рту! Стой! У тебя все правда! ты... пострелись! Аэээ... Ты заскриннило, блядь! Приезжай по лапам. Я лапаю твоё плечо, но я не лапаю тебя. К подоконнику прижал, я тебе подвинуться не могу. А, все! Зажал от тебя, и все. Почему у Джозефа все грёбаные эмоции, так когда они куда-то корпусом своим поворачиваются? Лопай свои к ручку, помпуй. Кстати, ты сделала так, что я тебя лапу за жопу. О, я тебя шлёпаю по знатнице. Заебись. Да не... Что ты возмущаешься, блядь? Если правильно встать, то я могу трогать тебя за подбородок. Я так делала уже. Но это как раз таки... Поза лёдра, поза плечи, поза подбородок. Возьми его, иди вон его на этом столе. Я боюсь. Он для тебя слишком маленький. Ебать, ебать красиво. Не надо меня ебать. Что ты хочешь, что ты не хочешь, блядь? Женщина, определись. Я хотела 10 минут назад, теперь не хочу.